В 10 почтовых отделениях из требуемых по штатному расписанию 32 сотрудников реально работает 10. Зарплаты Саровского почтамта не повышают. Из-за кадрового дефицита закрыли отделения на улице Ленина, 15 и Харитона, 3. Это лишь часть проблем, представленных в обращении главе города и председателю Думы в конце сентября этого года. Поступили и в адрес Думы, и звонки, и обращения в разной форме, где жители нашего города сообщали о том, что просто перестали почту приносить. И вот на просьбу, на звонок, на телефонную просьбу, а все-таки ее доставить, говорили, ну, сотрудников не хватает, вы в почтамп приходите, значит, в отделение, мы вам выдадим. Начальник Саровского почтамта Андрей Нестеров утверждает, что ситуация сейчас не столь критична. Персонал в Сарове укомплектован на 92%. Это средний показатель по Нижегородской области. Но вот только закрытые отделения как минимум до конца года свои двери для саровчан не распахнут. Положительные тенденции намечаются и в заработной плате, считает Андрей Геннадьевич. Средняя заработная плата, то, о чем я сейчас слышал вопрос, по Саровскому почтам составила 28 тысяч 13 рублей. За период с 2019 по 2021 год заработная плата сотрудников почтамта возросла на 23%. Оклады были повышены работникам основного производства, задействованным в отделении почтовой связи, работникам сортировки, водителям. Более того, обещанному в 2019 году капремонту помещений почтамтов на Советской 10 и Шверника 30 быть в следующем году. Вроде бы кризис миновал, но вот вопрос, по какой причине его допустили и главное, как избежать повторения. Руководство борется с последствиями, однако сама проблема куда глубже и кроется в реорганизации почтамтов Нижегородской области, что провели в 2020 году. На сегодняшний день у нас Саровский почтамп в таком работает в укрупненном формате. Насколько я помню, если ошибаюсь, поправьте меня, руководство Саровского почтампа на сегодняшний день территориально находится в Арзамасе и управляет почтовыми отделениями в Арзамасе, в Арзамасском районе, в Сарове, Дивеевском районе, Первомайском районе и Вознесенском районе. Так, Саров имеет веские причины вернуть себе статус обособленного структурного подразделения филиала Почта России. В связи с этим народные избранники предложили подготовить обращение в адрес генерального директора Акимова от руководства города и директора ядерного центра. Детально проработать этот вопрос, а также решение назревших в почтамте проблем депутаты планируют на заседании рабочей группы.